Готовность российских школ к новому учебному году. Председатель правительства России Дмитрий Медведев обсудил с руководителями регионов в режиме видеоконференции. До дня знаний остается полторы недели, и большинство российских школ к нему готовы. Есть оборудование, инвентарь, школьный автобус, обеспечен доступ к интернету. В некоторых школах созданы условия для инклюзивного обучения, закуплены учебники, отметил глава российского правительства. Только вот самих школ в стране не хватает. Сейчас четвертая часть общеобразовательных учреждений работает в две и даже три смены. Если ничего не предпринять, с каждым годом ситуация будет только усугубляться. Сейчас в детские сады государственные и в частные ходят почти 7 миллионов детей. Надо понимать, что скоро они пойдут в школу. Уже в этом году первоклассников на 145 тысяч человек больше, чем в прошлом, что, конечно, нас не может не радовать. Но мы должны подготовить им нормальные условия для образования, современное и качественное обучение. Премьер заявил, разработан проект программы по строительству и реконструкции школ, который рассчитан на период до 2025 года. Потратить на это планируется порядка трех триллионов рублей. В результате в общеобразовательных учреждениях должно появиться 6,5 миллионов новых мест. Что касается существующих, в стране школы массово строили в 60-70-х годах. Сейчас они серьезно изношены. Во многих школах Чувашия в этом году силы бросили на ремонт спортзалов, организацию доступной среды. За летние месяцы закончить работы успели не все. У нас в республике всего 480 средних общеобразовательных и основных начальных школ и 404 детских дошкольных учреждения. Большая их часть уже принята, готова к приему детей. Еще не принято 10 школ. Особенно это актуально для Батаревского района. В Батаревском районе 4 школы не принято. Еще по одной школе и Бресинском районе, и Урмарском районе. Основная причина не принятия этих школ – это не завершение ремонтных работ. У тех, кто отстал, есть еще несколько дней. Завершить работы они должны до 25 августа. Продолжение следует...